Наталья Завеская 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 каждого субъекта хозяйствования разной формы собственности имеют свои внутренние инструкции, которые регламентируют порядок действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но в целом, если говорить об алгоритме действий в случае пожара на каком-либо объекте, он всегда будет одинаков. В первую очередь, это система оповещения. Происходит сработка автоматической системы оповещения. Все слышат сигнал «внимание, пожарная опасность». Его игнорировать не нужно. Будь ты ученик школы или случайный посетитель учреждения здравоохранения либо торгового объекта, действия будут одинаковы. Обязательно сориентироваться, где ты находишься. Посмотреть по эвакуационным знакам, по плану эвакуации, где находятся ближайшие выходы, без паники постараться в максимально кратчайшие сроки покинуть этот объект, сообщив дополнительно в службу 101. Если вы слышите сработку пожарной сигнализации, можно быть уверенным, что на пульт диспетчера уже пришла информация о сработке на данном объекте, но не будет лишним, если вы наберете и еще раз расскажете о том, что такая сработка есть. Если вдруг произошла сработка автоматической пожарной сигнализации, но дыма рядом с собой вы не видите, здесь тоже не стоит пренебрегать мерами безопасности, и следует все равно покинуть этот торговый объект. Люди часто стесняются звонить в 101 либо 112, думая, что уже, наверное, кто-то позвонил. Наверное, мой звонок будет лишним. Будет ли лишним звонок? И нужно ли переживать за то, что вот несколько человек позвонит и сообщит об одном и том же происшествии? Нет, переживать об этом абсолютно не нужно. Если уже звонок поступил, диспетчер, который работает на линии 101, он поднимет трубку и скажет вам, да, такой звонок был, при необходимости он сможет уточнить дополнительные детали. Возможно, вы находитесь с противоположной стороны от происходящего события и можете описать какие-то дополнительные моменты, которые будут важны для принятия самых экстренных мер. Если вернуться к Единому дню безопасности, тем мероприятиям, которые проходили на разных социальных объектах и, скажем так, других, может быть, предприятиях, мы поговорили о том, что должны знать сотрудники. А что должно было сделать руководство для того, чтобы вот этот вот единый день безопасности прошел, скажем так, гладко? В первую очередь, конечно, соблюдать правила пожарной безопасности и требования соответствующих нормативных документов. Должны создать вот эти вот инструкции, о которых я говорила, внутренние, которые предписывают те или иные обязанности работникам предприятия. Провести обучение своих сотрудников мерам безопасности и порядку действий в случае их возникновения. Конечно же, следить за исправностью систем пожаротушения, извещения о пожаре, систем дымоудаления. Только достичь идеальной ситуации и развития всех событий можно только в комплексе. То есть если и руководитель будет строго соблюдать и выполнять требования пожарной безопасности, и работники будут готовы и знать алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ну, родители, как правило, в меньшей степени тревожатся о себе, в большей степени тревожатся о детях, которые там в детском саду, может быть, в школе, в университете. С вашей точки зрения, вот как областное управление МЧС оценивает то, как в области учреждения образования подошли к единому дню безопасности? Ну, скажем так, учреждения образования и безопасность детей всегда в приоритете у спасателей, и этим объектам всегда уделяется особое внимание. То есть здесь и администрации, и педагоги, и дети всегда знают и отрабатывают алгоритмы поведения в случае возникновения нештатных ситуаций. Что касается школ Гродненского региона, то в единый день безопасности эвакуации прошли на всех объектах учреждений и учреждений образования. Школьники, педагоги, администрации отработали все алгоритмы действий, повторили правила поведения в случае возникновения, а также порядок организации встречи пожарных подразделений. Ведь от правильности организации всех вот этих вот элементов и будет зависеть положительный результат или исход этой любой ситуации, чрезвычайной ситуации. То есть эвакуация, скажем так, такая пробная, репетиция, репетиционная, она проводится в учреждениях образования, независимо от того, вот есть этот единый день безопасности, нет. Ну, то есть чтобы дети понимали, куда им идти вот с этой точки, как учителя их собирают, вот это все очередность действий. Конечно, мы говорим о факультативных занятиях по УБЖ, которые проходят в школах, и на которых педагоги также останавливаются подробно со школьниками на том, что такое план эвакуации, и что такое эвакуационные знаки, как следовать, находясь на коридоре, показывают им, где находятся планы эвакуации, как на нем сориентироваться и как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ну и работники МЧС прилагают свои усилия в обучении детей именно мерам и порядку действий в случае возникновения огненных происшествий. Это и наши акции, и уроки безопасности, которые вот с начала учебного года работники МЧС посещали учреждения образования, где проводили уроки безопасности со школьниками всех возрастов, рассказывая и поясняя, что такое эвакуационные знаки, что такое правила безопасности в школе, чем опасны игры с огнем, и как действовать в случае, если избежать чрезвычайной ситуации не удалось. Но ведь тогда объекты все, и учреждения школьные, и детские сады, и предприятия, и офисные здания, они, получается, должны быть оборудованы какой-то инфраструктурой, приспособны ли они для этой быстрой эвакуации. Какие здесь есть требования? Вообще инфраструктура, скажем так, эвакуационные выходы, они планируются еще на моменте проектировки здания. И в соответствии от назначения функционала здания, от количества находящихся там людей, и будет зависеть и количество этих эвакуационных выходов, они могут быть и внутренние, и наружные. И еще на моменте приемки в эксплуатацию работники МЧС обязательно выезжают и сверяют построенный объект с проектной документацией и контролируют, чтобы все требования и нормы документов, противопожарных требований были соблюдены. Ну и, соответственно, вот эти все таблички, выход, где находится лестница, планы этажа, планы эвакуации, все это должно быть. И вот это наличие всего этого проверяется периодически, как я понимаю. Конечно. Регулярно работники МЧС оценивают состояние каждого объекта, проверяют исправность всех систем. Ведь не во всех, скажем так, если мы говорим о каком-то маленьком офисном помещении, возможно, системы оповещения о пожаре там не будет. Если мы говорим о школе, либо социальном объекте, либо торговом центре, конечно же, там будут оборудованы и системы оповещения о пожаре, и системы организации эвакуации людей, системы дымоудаления, пожаротушения. И все это, скажем так, большая и сложная система, которая в КУПе обеспечит, скажем так, бесперебойную и оперативную ликвидацию чрезвычайной ситуации. Вы с самого начала обозначили, что кроме МЧС, вот в Едином дне безопасности участвовали и другие субъекты профилактики. Это кто? Всегда к нам присоединяются и представители органов внутренних дел. Это и медработники, которые показывают, как оказать первую помощь. Это и представители Красного Креста, которые оказывают помощь условным пострадавшим и также проводят мастер-классы по тому, что делать, если человек получил травмы. Это и работники газовой службы, и энергогазнадзора. В городе Гродно это и представительство Белгостраха по городу Гродно. То есть все те субъекты, которые заинтересованы в безопасности населения, всегда принимают активное участие в Едином дне безопасности, стараясь жителям региона раскрыть тематику безопасности со своей стороны. Если мы говорим о МЧС, мы, конечно же, говорим о профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке действия в случае их возникновения, то работники милиции будут обучать мерам безопасности на улице, как в детстве, в случае, если вы обнаружили неизвестный предмет. То есть расскажут, как не стать виновником какого-то происшествия. И давайте у нас буквально осталось несколько минут. Продолжим тему безопасности в контексте того, что у нас сейчас меняется сезон. Резко закончилось тепло, наступила холодная погода, и люди начинают уже самостоятельно обогревать свои жилища. Давайте поговорим о том, что вызывает особую беспокойность у МЧС в связи вот с этим. Конечно же, ежегодно с восстановлением холодной погоды увеличивается количество пожаров в области, в регионе в целом. Если мы говорим о подготовке к отопительному сезону, то еще накануне особое внимание работники МЧС уделили домовладениям пожилых, одиноких пенсионеров и домам, в домах которых установлены печи, печное отопление. Пусть мы и живем сегодня с вами в 21 веке и уже пользуемся всеми благами, все равно печное отопление сохранилось, и ему нужно уделить внимание. Еще до начала отопительного сезона нужно было привести печи в соответствии. Это очистить и побелить дымоходы, заделать трещины, вернуть на место, если он оторвался, притопочный лист, который защитит пол от случайно выпавшего угля. Поэтому работники МЧС в преддверии отопительного сезона проверили свыше 22 тысяч домовладений с печным отоплением. Там, где это было необходимо, спасатели совместно с социальными службами, с БДПО оказали помощь жителям региона в приведении их печей в пожаробезопасное состояние. И буквально коротко об обогреве жилищ электричеством. Что здесь нужно помнить, чтобы все прошло гладко и безопасно? В первую очередь нужно помнить, что каждый электроприбор, если мы говорим об обогреве от обогревателя, имеет свой срок службы. Это не более 10 лет. Следует помнить, что уже через 10 лет нельзя быть уверенным в безопасности и 100% исправности этого прибора. И поэтому при ежедневной эксплуатации можно не заметить каких-то недостатков, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Поэтому, если у вас есть обогреватель, следите за его исправностью, за целостностью всех конструкций. Ни в коем случае не оставляйте включенными обогреватели без присмотра и не доверяйте их контроль подрастающему поколению. Если же у вас старый обогреватель, его лучше заменить на новый. И покупать такой обогреватель нужно не на каких-то пунктах, временных пунктах реализации, а именно в стационарном магазине, где вам предоставят сертификат соответствия и инструкцию по эксплуатации. Электропроводка – это тоже важный элемент. И если мы говорим о более старой застройке или частном жилом секторе, важно следить за ее исправностью и в срок проводить замену ветхой проводки. Ведь в случае включения электроприборов, которые являются серьезными потребителями, может произойти короткое замыкание, что тоже спровоцирует огненное происшествие. Спасибо за участие в программе. Напоминаю, сегодня в студии программа «Актуально работала» Наталья Залеская. Оставайтесь на телеканале Беларусь-4 Гродно. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин